Как вы думаете, опыт большой получили из Европы? Знаете, я скажу по своему опыту. Сложно в данный момент за один сезон собрать команду и победить, потому что к этому некоторые команды идут десятилетиями. И все равно какой-то костяк игроков должен набрать этот опыт Европейского кубка, потому что это разные соревнования, что ты играешь в чемпионат Латвии или чемпионат Бибела. И тут разная ответственность другая, напряжение другое. И такой прессинг чувствуется и со стороны зрителей, и со стороны медиа. Так что это сложный момент, и это не делается за один год. Я бы хотел сказать про наше участие в кубке. Все-таки мы побили больших команд, европейских команд с большим опытом. И ту же Кахасол и ГПЛ, которые с именем, с хорошими бюджетами. И мы могли дома их побить. Это как бы хороший опыт на будущее. Первый шаг как бы сделан. Жалко, что не квалифицируется на следующий год. Но, видимо, должно пройти какое-то время, чтобы мы поняли, чтобы мы сделали команду, скажем, на этот же кубок и на следующий год с такими, ну, как я говорю, основными какими-то игроками 6-7, которые играют в этот сезон, чтобы был такой костяк команды. И тогда можно смотреть за какими-то выигрышами. Но в данный момент, я думаю, по нашим силе и по нашей неудачной комплектации, особенно иностранными игроками, мы сделали большую работу. Когда будут какие-то изменения команды? Ну, мы уже точно решили, что мы меняем иностранцев. Значит, Дерека Вильямса мы и так уже отпустили месяц назад. Но из-за того, что у нас были травмированы Неченокс, Сандис и Гатис Яковлевич, вы, как его просили остаться еще на месяц, он сыграл по своим возможностям. И я благодарен ему за эту работу. Но сейчас мы делаем изменения и его услуг отказываемся. Ну, и мы вынуждены, потому что чисто по игротским качествам не соответствует нашего уровня Гатсон Чейн, которого мы взяли как бы усилить команду. Но мы его имели месяц, и он не соответствует нашего уровня. И мы вынуждены его менять. Я думаю, после Рождества, после праздников, мы будем летать уже другую команду с иностранцами, с другими иностранцами. Да, Кейна мы оставляем, потому что этот человек с характером. И даже сейчас, после страшной травмы, которую он получил в прошлую неделю, и его очень опухшая нога, он через боли играл сегодня, и он показал свой характер. Он был одним из лучших игроков нашей команды сегодняшней встречи. Чисто из-за таких бойцовских качеств. Я ценю это. Мы можем проиграть, мы можем выиграть. Это, конечно, выиграть лучше, но я смотрю, какие отношения игроков к делу. Если так смотреть про Тейлора, это человек, который дает даже местным игрокам, некоторым местным игрокам такие хорошие примеры, как ты должен бороться за свой клуб, за свой город, за свою страну. Так что вот эти качества мы ценим, и мы его оставляем. Тем более, что он не является дорогим игроком, и я думаю, что в денежном отношении какого-то ущерба клубу, из-за того, что он остается, не будет. Какой-то центр тоже будет новый? Да, мы смотрим позицию 4-5, потому что эта позиция нам нужна. Много игр мы зависим от, скажем, Каспарова Берденша. Если он играет хорошо, тогда нам есть какой-то шанс выиграть, но он играет нестабильно. Некоторые игры хорошие, некоторые плохие. И жаль, что в самые ответственные игры он нам не смог помочь, так как мы надеялись, хотели. И чтобы больше не зависеть от этого игрока, и исход всей команды, и исход всех затраченных денег на эту команду в этом году, мы должны брать на эту позицию какого-то иностранца, потому что в случае, если Каспаров имеет плохую игру, мы могли его заменить другим игроком, который помог нам выиграть. А Парокровский остается, потому что мы считаем...